Семь футов под Килем. С таким напутствием судно капитан Фирсов провожали к родной стихии. В торжественной церемонии спуска на воду приняли участие судостроители с семьями, представители заказчика и первые лиц республики. Среди виновников торжества и будущий капитан Олег Гейдер. Он признается новый корабль, намного лучше тех, на которых он ходил раньше. А здесь судно уже более комфортное, модернизированное, так сказать. И каюты у каждого своя, у каждого какие-то там душ, то есть условия жизни. Получается, уже более усовершенствуется, и я надеюсь, что у меня вообще уже будет высший класс судна. Церемония спуска судна на воду похожа на рождение человека. По традиции корабль освещают, а благословляет его крестная мать. Ею стала Ольга Харламова, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка. Ей же предоставили почетное право разбить бутылку шампанского, аборт краболова. Капитан Фирсов – третий из серии судов, строящихся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе для группы компаний «Русский краб». Продолжается и строительство четвертого судна такого же класса. Как сейчас принято говорить, это опережающие технологии, которые двигают не только всю промышленность, но и всю экономику страны вперед. Корабль капитан Фирсов предназначен для добычи краба в водах Японского, Охотского и Берингово морей. Туда он и направится по окончании ходовых испытаний и достроечных работ. Судно, аналогов которого на самом деле нет в мире, я специально даже уточнял, действительно в мире такие суда не строились. А наши карельские корабелы смогли это сделать и строят качественно, уверенно, на века. Напомним, головное судно капитан Александров, спущенное на воду в 2022 году, уже ведет промысел на Дальнем Востоке. На судне капитан Егоров втором в серии на днях будет поднят государственный флаг, и оно войдет в состав российского промыслового флота. Спуск на воду капитана Фирсова – очередная веха значимого для страны проекта.